Впереди шестеро ее фаворит Григорий Чарлов, красавец, удалой. За ним пошла гвардия. Благодаря его личностным качествам произошел переворот в 1762 году. Он здесь на коле, но поскольку он не принимал участие в русско-турецких действиях, поэтому он не имеет ордена Георгиевского кавалера, военного ордена, учрежденного Екатериной в 1769 году. Но зато он награжден, мы видим, бриллиантовым униатюрным портретом императрицы. А вот группа сзади нее, это вот те самые Екатеринские орлы, кавалеры в первой степени ордена Святого Георгия. И среди них действительно два брата. Один Алексей Орлов, который потом будет чуть позже Чесминский, за победу на Чесме, которого называли Алихан, а также в семье Алихан, они его после вот это стали такой турецкий ладом называть, Алихан. И он, кстати, получил речи, что у него щека была в бою с Алией повреждена. Другой брат Федор, ну тут у того хоть он был тоже геройский человек, но еще семейное было прозвище Дон Жуан. Опять-таки тот самый Румянцев, который будет Румянцевым за Дунайским чуть позднее. И, по-видимому, который и заказал это роскошное полотно. Ну и целый ряд других кавалеров в второй степени, они чуть по-видимому, но тут и священнослужитель, который благословляет это действие, православный священник, рядом с Екатериной. Вот у нас тут даже вышел спор с одним уже зрителем. Я пишу, что это придворные дамы, а это восточные костюмы. А он мне говорит, что это плененные турецкие дамы. Но, вы знаете, мне кажется, все-таки это не совсем справедливо. Во-первых, ну если в плен, они как-то должны быть в образе, что ли, это пленные рабыни. Нет, это достойно ведущие себя женщины. Это никакие не рабыни. И не было это... Вот понимаете, во всей эстетике и в самом характере Екатерины показать, что тут вот эти покоренные народы, тем более женщины. Я думаю, что этой задачи не было. Не было Екатерины, не тем более художниками и заказчиками. Здесь показать вот другие достоинства. И самой главной героини, и ее преданных кавалеров, и друзей, полководцев и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова